Борис Акунин. История Российского Государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный. Первая сверхдержава. Предисловие. Этот том посвящен событиям первой половины XIX века, эпохе правления сыновей императора Павла Александра и Николая. Два этих политических режима, очень разные по идеологии и стилю, задали России новый ритм дыхания, продолжающийся и поныне. За периодом реформ наступает полоса контрреформ, после короткого вдоха либерализации следует длинный выдох консервации и снова и снова. Еще одна важная новация состояла в том, что Россия впервые достигла статуса сверхдержавы и стала претендовать на мировое, тогда это означало всеевропейское лидерство. Название книги «Первая сверхдержава» напоминает читателю о том, что в XX веке, после 1945 года, будет и второй опыт сверхдержавности с точно таким же результатом. Ценой огромных жертв страна достигнет лидирующей позиции, продержится на ней те же 40 лет, а потом утратит ее. Для того, чтобы лучше понимать причины стремительного взлета и последующего ослабления Российской империи, полезно вкратце вспомнить, через какие этапы развития прошло наше государство. По мнению автора, к описываемому историческому моменту, оно существовало уже в четвертой по счету модификации. Первой можно очень условно считать домонгольскую Русь. Очень условно, потому что раннее объединение русославян прямого отношения к будущей России не имеет. Это пред-Россия, как, впрочем, и пред-Украина, пред-Белоруссия и даже пред-Литва, если иметь в виду последующее Великое княжество Литовское. Рождение государства, которое сегодня называется Российской Федерацией, относится ко второй половине XV века. Эту Россию-2 основал замечательно деятельный и дальновидный правитель Иван III в 1462-1505 годы, взяв за образец ордынскую модель Чингисхана, которая зиждилась на четырех главных опорах. Для своего времени, когда большинство европейских стран было разобщено и раздроблено, это была весьма эффективная конструкция, и московское государство быстро расширялось. Однако уже в следующем столетии обнаружились и дефекты подобного устройства, чересчур завязанного на личные качества правителя. Чингисханы и Иваны III среди них попадаются нечасто. При малоспособном государе вертикаль работает плохо, а утрата ею сакральности, например, пресечения династии, становится губительным. В результате смуты, тотального кризиса русской государственности, возникла модифицированная Россия-3, в которой новая, еще слабая династия Романовых была вынуждена поделиться властными полномочиями с церковью, боярской аристократией и даже частично средним сословием, которое периодически созывалось на земские соборы. Этот способ государственного существования не обладал прочностью ордынской административной пирамиды, но в то же время не использовал и возможности естественной человеческой предприимчивости, на которую в XVII веке делали ставку раннебуржуазные европейские страны. В результате вскоре понадобилось новое переформатирование. Его в конце XVII-начале XVIII столетий осуществил феноменально деятельный правитель Петр I, создав Россию-4, военно-бюрократическую империю. Первый российский император, который почему-то имеет репутацию европеизатора, на самом деле сделал нечто совершенно противоположное. Вернул страну обратно к классической ордынской модели, реставрировав ее и существенно укрепив. Сильные мобилизационные механизмы строго вертикального управления в сочетании с заимствованными у Запада технологиями дали свой эффект. Тратя до трех четвертей бюджета на армию и флот, в XVIII столетии Россия вошла в число великих военных держав. Но после Петра Великого вновь сказался главный недостаток деспотического принципа управления. Фактически единственным двигателем развития здесь является высшая власть. И если самодержец слаб, развитие замедляется или вовсе останавливается. К тому же в XVIII веке с усложнением экономической, политической, социальной ситуации, все явственней начал сказываться архаизм ручного управления, гиперцентрализованности. Поэтому следующая великая правительница, Екатерина II, произвела некоторую корректировку системы и достроила Евразийскую империю, заложенную Петром, на свой лад. К концу столетия Россия преобразовалась в самодержавно-дворянское государство, где высшее сословие получило ряд неотъемлемых прав. То есть, выражаясь языком современным, из наемной рабочей силы превратилось в акционеров-миноритариев, соучаствующих в управлении корпорацией. Самодержавие обрело мотивированных сотрудников, работающих не за страх, а за совесть. Только теперь военно-бюрократическую империю можно было считать окончательно сформировавшейся. На первых порах проявились позитивные последствия этой внутренней реорганизации. В начале XIX века окрепшая Россия в одиночку выдержит натиск всей Европы и добьется политического первенства на континенте. Мы посмотрим, как Евразийская империя достигнет пика своего могущества и увидим, что внешнее величие вовсе не обязательно сопровождается внутренним расцветом. Разберемся мы и в причинах, по которым сверхдержава Романовых не удержала этот свой возвышенный статус. В новом столетии обнаружатся и опасные последствия Екатерининской перестройки. Во-первых, усиление политической роли дворянства надолго задержит отмену крепостного права. Высшая власть будет мечтать об освобождении крестьян, но не решится это сделать из-за страха перед помещиками. Второй побочный эффект окажется для самодержавия еще тревожнее. Когда Екатерина II предоставила части подданных вольность, то есть возможность не служить, да еще даровала этим людям некий набор личных прав, поколебались два коренных принципа ордынской системы. Впервые со времен Ивана III в стране возникла численно небольшая, но влиятельная прослойка, которая могла не считать себя слугами государства и, к тому же, от рождения обладала некими неотъемлемыми правами. Это сулило абсолютизму большие проблемы. Первые раскаты грома прозвучат в момент декабрийского заговора, а затем противостояние между престолом и привилегированным классом будет становиться все глубже и шире. В русской политической жизни появляется новый фактор – общество. И оно будет идеологически враждебно основополагающим принципам ордынской государственности. Начиная с описываемой эпохи, в России формируются два противоборствующих лагеря. Их можно условно назвать либералами и государственниками. В том смысле, что одни делали ставку на частную инициативу, а другие – на сильное государство. В исторической перспективе правы были вторые, лучше понимавшие архитектуру отечественной государственности и предчувствовавшие, что всякое расшатывание несущих опор может повлечь за собой разрушение всего здания. Но эта система взглядов все больше устаревала. В условиях промышленной революции, мотором которой являлось свободное предпринимательство, ограничение свобод становилось тормозом для развития. Империя начинает проигрывать в экономической конкуренции другим державам, что в середине столетия приведет и к военному поражению. Все время находясь между этими Сциллой и Харибдой, Россия попадает в роковой цикл. Стагнация и экономическое отставание требуют либеральных реформ. Реформы расшатывают государство и его ордынскую конструкцию. Власть восстанавливает стабильность посредством жестких контрреформ. Это приводит к коллапсу и осознанию, что так больше жить нельзя. И все повторяется сызнова. При этом реформы всегда запаздывают, что делает их поспешными и плохо продуманными. А контрреформы вследствие испуга постоянно имеют несколько истерический вид. Всякий раз рванувшись, страна словно забегает дальше, чем намеревалась, а потом, запаниковав, пятится обратно. За новацией следует не консервация, а реакция. Книга поделена на две части не только из-за двух царствований, но еще и потому, что Александровское и Николаевское время позволяют изучить оба типа управления. Либеральное и государственническое. Здесь интересно, что и у Александра Первого, кумира отечественных либералов, и у Николая Первого, кумира отечественных государственников, несколько подмоченная репутация. С точки зрения вольнолюбивых авторов, Александр хорошо начал, но плохо закончил. Не довел реформы до конца, упустил исторический шанс сделать Россию нормальной страной. С точки зрения державников, Николай был всем хорош, но в финале все испортил, проиграв Крымскую войну. Поэтому заслуги Александра, взявшего Париж, признаются в том числе и авторами-государственниками. За этим царем традиционно закрепилось официозное прозвание «благословенный». Николай же для последующих поколений либеральной общественности фигура одиозная. Все быстро забыли, что он незабвенный, был торжественно наречен так после смерти, и потом гораздо чаще называли его обидным именем Николай Палкин. Тридцать лет это страшилище в огромных ботфортах с оловянными пулями вместо глаз, безумствовало на троне, сдерживая рущуюся из-под кандалов жизнь, тормозя всякое движение, безжалостно расправляясь с любым проблеском свободной жизни, подавляя инициативу, срубая каждую голову, осмеливающуюся подняться выше уровня начертанного рукой венценосного деспота. Напишет после похорон царя политэмигрант Иван Савицкий, и эта цитата со временем станет хрестоматийной. Однако мы увидим, что Николай вовсе не безумствовал, а искренне хотел как лучше. Следует сказать, что вообще все российские самодержцы XIX века были усердными тружениками. Никто из них не сиборитствовал, не предавался роскошествам, никто не был жесток. Все мечтали о справедливости и жаждали облагодетельствовать народ. Нет, Романовых никак нельзя назвать скверными царями. Они, что называется, очень старались. Но никто из них не мог выбраться за пределы роковой антиномии между необходимостью модернизации и сохранением стабильности. Все они будто мотыльки, бьющиеся о стекло, пытались вырваться из этой системы координат, но ордынская структура государства подобного не допускала. Александровская Николаевская эпоха заслуживает вдумчивого изучения еще и потому, что уроки из нее не извлечены. Неизбывная российская манипуляция с гайками, которые то закручиваются, то откручиваются, все длится и длится. За оттепелью следуют заморозки, за пряником кнут, милостивая власть сменяется твердой рукой, и оба способа управления работают неважно. Поэтому у двух частей тома печальные названия «Разбитые мечты» и «Утраченное величие». Но потомкам есть чем утешиться. По крайней мере, было что разбивать и было что утрачивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова